Всем хай, с вами Юджин и сегодня мы с вами играем The Long Dark Winter Mute, мы продолжаем 4 эпизод, где Маккензи в тюрьме только что побывал и мы многое не видели из того, что с ним происходило в тюрьме, но мы надеемся, что мыло он ни разу не уронил. Вот ни разу Маккензи, пожалуйста, не говори мне. А, мы уже вот в душевой, так что нам это еще, возможно, предстоит. Будь бдительен, Маккензи. Тут какой-то сейв, можно найти ключ. Хорошо, нам нужно еще осмотреть все, а мы все уже осмотрели. Говядину вот не увидели, как так, Евгений, смотри внимательнее, пожалуйста. Что у нас тут? Опа, на крыше вышли. 4 волка, 4 волка здесь пасутся. Надо быть максимально аккуратным. О, блин, кто наорал? Кто нагавкал? Где гавкает? А, это они гавкают. Прямо передо мной звучало. Оно иногда звучит то здесь, то здесь, то тут, то тут, то изнутри. Что не можешь забрать сюда, Бобби? Так, идем дальше. А что мне? Очень холодно. Минус 20, да, мало приятного. Варежки. Только сказал про холод, как тут же нашел варежки. Посмотрите на меня. Сразу видно, что я краб, который скрывается под человеческой одеждой. Слазим в окно, да. Ай. Мы, конечно же, обманули тех чуваков. Теперь надо найти медикаменты для начальника. Мы не будем ничего делать из того, что обещали. Мы всегда нарушаем наши обещания. Все, давайте, думаю, книг больше не набирать. О, и раз мы с Астрид, у нас не получилось прокачать выносливость, как вы говорили, давайте попробуем это сделать с Маккензи. Будем поддерживать ему не голод, а сытость. Поддерживать сытость, да. Я даже такое слово забыл уже, играя в эту игру. Обычный мой персонаж всегда голодный. Вот мы наглядно видим, друзья, как бесполезны все эти учреждения, потому что кроме бумаги, ничего мы здесь найти не можем. Петровка. Я прямо ее сходу одел. Класс. Опа, записка черного камня. Опоздавший работник. Внимание начальникам красной смены. Копия. Доктор Чайлдс. Мерфи в очередной раз опаздывает на смену. Это уже шестой раз за месяц. Похоже, никто не знает, где он. Ясно только, что он не в своем грузовичке, а где-то за территорией. Учитывая нехватку персонала, начальник тюрьмы не готов официально уволить Мерфи. Поэтому мы ставим в копию еще и доктора. На случай, если Мерфи потребуется медицинская или психологическая помощь. Но сначала надо его найти. Последний раз его видели, когда он спускался вниз по реке у перекрытого моста к югу от тюрьмы. Я же нашел его, получается, и у него ключ забрал. Мы все знаем, что изоляция дела здесь с людьми. Но такова наша работа. Это администрация черного камня. Я так и знал! Молли, это ты? Алло. Кто, черт возьми, ты? Я могу спросить тебя о том же. Это Молли? Не выделывайся, мать твою. Да я да никто. Просто пилот-частник. Меня зовут М... Забыл свое имя? Меня зовут Маккензи. Ясно. Что ж, мистер Маккензи? Никакой я не мистер, просто Маккензи. Что ж, мистер частный пилот Маккензи, добро пожаловать на вечеринку. Ты работаешь на этих козлов из тюрьмы? На каких именно? В смысле нет, я на них не работаю. Тогда что ты здесь делаешь? Откуда ты мне звонишь? Оттуда, где я в безопасности. Послушай-ка, мистер Маккензи, скоро тебе предстоит решить на чьей-то стороне в этой маленькой шахматной партии, ведь ситуация патовая. Я ничего не знаю о никаких ситуациях, и я не собираюсь выбирать стороны. Я на своей стороне. Что ж, это хотя бы честно. Уже кое-что. Где ты? И чего ты хочешь? У-у-у-у, ответ был бы чертовски длинным. Сейчас я там, где козлы из тюрьмы меня не достанут. Не могу сказать о тебе того же. Слушай, начальник тюрьмы ранен, я просто пытаюсь его спасти. Значит, они выпустили тебя из тюрьмы, и потом просто так позволят тебе вернуться? Верно. Но ты и мне помогаешь, что-то в твоей истории не сходится. Слушай, почему бы тебе не сказать, где ты? Может, я смогу помочь тебе? Помочь мне? Блин, ты даже себе помочь не можешь. Это ты срываешь планы заключенным? Может и я, а может и не я. В любом случае, я тебе не скажу. Откуда мне знать, что ты не один из ребят донора, и не пытаешься заманить меня в ловушку? Донор. Значит, ты о нем знаешь. Блин, да очнись ты, все дело в доноре. Разве ты не понимаешь? Без меня этот ублюдок уже перестал бы гнить в своей одиночной камере. Этот больной псих уже бы выбрался и разгулил его по этому морозному аду. Говорят, здесь не так уж и плохо летом. Береги себя, мистер МакКинзи. Мне кажется, волки сильно проголодались. Я постараюсь. Господи, я чувствую такое умиление, когда мне говорят. Ой, береги себя. Как будто бы я впервые играю в игру. Господи, бич, please. Я в нее играю уже лет шесть. Семь почти что. Я знаю, что делать нужно. С волками и со всеми этими существами. Здесь и с холодом. И я все хорошо знаю. Опа, записка. Итак, доктор Чайлдс. С главных ворот поступил сигнал о происшествии у подножия холма. И я передал нашу аптечку одному из служащих, который собирался взять грузовик и поехать туда. Наверняка опять волки. Они в последнее время сильно оживились. Дело в том, что в этой аптечке наши последние запасы морфина. И морфина, извините, пожалуйста. И хороших антибиотиков. Обязательно проверьте запасы и закажите еще, как только сможете. Спасибо, богат. Позвольте мне понять задачу. Отучите лекарства для начальника тюрьмы. Надейте тюремный грузовик и медикаменты. Тюремный грузовик. Я где-то видел, по-моему, его. Итак, нам нужно найти грузовик. Даже вы хотите, чтобы я пошел сюда, что ли? Мы вернулись. Мы вернулись. Грузовик. Черт. Дэд. Черт. Бей. Бей тварину. Бей, Маккензи. Есть. И сбил. Вставай, Маккензи. Все разудрано. Мы же только что сказали этой женщине, что мы про. Мы не должны так позорить. Оп. Что мы можем сделать? Так. Потеря крови. Хорошо. Ага. И антисептик. Значит, быстренько все это делаем. Боже мой, как плохо получилось. Но мы-то напинали волка тоже. Антисептик. Есть. Использовать. Использовать. Почему я не закрыл здесь гребаную дверь? Не закрывай глаза, оставайся с нами. Маккензи. Закрывай. Есть. Теперь мне нужно обязательно. Брайсбот. Есть. Разжечь костер. Мать. Сколько у нас? 30 минут. Ааа. Как внезапно стало весело. А можно что-нибудь поесть? Давайте приготовим банку персиков. Так, смотрим, что у нас там. Ууу. Не хорошо. Совсем не хорошо. Not very good. I say. Так, что нам делать со шмотками? Давайте хоть футболку напялим. А он же готово? Я не понимаю, оно готово еще? Нет? До приготовления 30 минут. Ааа. Стоп. А ну, ждать надо. Ждем. А, восстанавливается. Отлично. Тихо, сейчас пригорит. Пригорело. Блин. Зато подправились немножечко. Так, что с водой? Газировочка. Полезней нет. Кроме этой ужасной, устрашающей отдышки. Господи, он через 10 минут сдохнет. Так, надо без добровать. Нам нужно в какое-нибудь помещение зайти. Так, книжки. Стоим часик. Давай. ХП. 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 Есть. Смотрите, нас уже почти не шатает. Ну, чуть-чуть совсем. Так, если мы отошли от костра, что у нас? Минус 1 градус. О, это надолго хватит. Теперь нужно найти лекарство для начальника. Где же тюремный грузовик? Где мы его с вами найдем? Пойдемте попросим у ребят меня немножечко подлатать, если они, конечно, согласятся. О, там есть огонь халявный. Вот это тоже хорошо. Парни, я переоценил себя. Отпустите, пожалуйста. Нет? Ладно. Слушайте, с таким набором дебафов мне будет не очень легко. Давайте пойдем, что-то поспим. А, прикол. Мы уже не можем выйти на крышу обратно отсюда. Это значит, что нам только через волков идти. Че поделать, че поделать. Давайте час подождем. Восстановится еще чуть-чуть. Нам бы хотя бы просто идти. Не трясись. В целом уже неплохо. Ну, потрясываемся немножко. Ну и что? И что дальше? Хорошо, давайте возьмем пакел в руки и будем аккуратненько наблюдать. За дикой природой. Пойдемте, друзья. Сейчас мы увидим с вами прекраснейших созданий. Дохлого оленя, например. Орущих ворон. И с виду бухого Маккензия, который даже на кратышах не может устоять нормально. Идем аккуратней. Это не просто переговариваться. Текстовые сообщения друг к другу шлют. О, че-то их неприлично много. Не смотри на меня. Я вот так по стеночке иду. Возможно, грузовик там, дальше, в той локации, в которую я ходил, но не нужно было идти. Идеально прополос. Маккензия, ты настоящий профессионал. Так, можно встать. Прекрасно, прекрасно. Где, блин, гребаный грузовик? Я не понимаю. Ну что ж, может быть. Может быть. Грузовик находится где-то там, в лесу. Хотя что там будет делать тюремный грузовик? Грузовик же, по идее, должен быть там, где дорога. Там, где дорога. А дорога у нас одна. И это в могилу, судя по всему. Итак, у нас, кажется, есть чашка кофе. Надо энергию восстановить. И знаете, вообще сейчас уже ночь. Надо бы пойти обратно туда. Я могу здесь зайти? Точно. А-а-а, не трогай меня. Мы вот сейчас вот так вот аккуратненько. Оп, все. Безопасность. Ай, как хорошо быть в безопасности. Мы ведь в ней? Да, мы в ней. Термобелье. Термобелье прямо в душе. Одел? Одел. Все. Что это тут у нас такое? Свитер Маккензи. Все, это придется заново одевать. Потом, со штанами, что у нас дела как обстоят? Штаны в порядке. Их надо подзолотать. Ух. Какая опасность миновала. Сейчас мы себя полностью восстановим. Все, у нас закончилась еда. Осталась только чашка кофе, которая даст 100 калорий. Ладно, пьем воду и гоу спать. До утра. Давайте заберем штаны Маккензи, чтобы, если что, использовать их как материал. Блин, а как же это мне отсюда выйти? Неужели придется снова выйти через волков? Это полное говно. Открываем калитку. Итак, нам придется идти в обход, потому что оттуда нет прохода. Даже на таких маленьких локациях я умудряюсь находить самую длинную дорогу. Осторожно. Вот он идет в мою сторону, гад. Газлина с четырьмя лапами и хвостом. Кажется, все. Мы сделали это. Благополучно закрываем дверь. Все, мы свободны от волчьего внимания. Боже мой, как это было сложно. Вот здесь дорога. Тут будет грузовик, по-любому. Да, теперь у меня есть ключ. Я же ключ взял, точно. Я и забыл про это. Боже мой, как все хорошо здесь не складывается. Давай, быстрее. О, жилет. О, записка. Внимание служащим и персоналу. Жутким морозом добавилась новая проблема. Мы получили несколько сообщений о том необычном волке, с которым встречались в прошлом году. Похоже, он вернулся. Мы надеялись, что он ушел далеко отсюда, но свидетельства его агрессивного поведения говорят об обратном. Дабы разобраться, имеем ли мы дело с одним волком или целой стаей, мы пригласили местного эколога, чтобы он провел исследование и дал нам ответы. Ну а пока соблюдайте повышенную осторожность, выходя за территорию. И не отходите далеко от своих транспортных средств во время поездок. Доктор Гордон, начальник синей смены. Синей смены? О, персики! Есть! Как раз таки поесть! Живительный персик. Так, закрывай дверь. Холодно же, блин. Все равно дует отсюда. Ну ладно. Итак, еще одна записка. Тема продовольственные пайки. Нам нужны добровольцы, чтобы разобраться со свалившимися на нас пайками. Сегодня вечером в казармах мы с поваром займемся их распаковкой. Если попадется что-то путное, то сможем оставить себе. Приходи к семье, если хочешь. Оуи. В смысле, навалиться? Вы что, офигели? Зажрались? Макгельза еле персики тут подбирает и жрет. А у вас пайки свалились. О, еще записка. Газетная вырезка. Поступили сообщения, что в прошлом месяце из тюрьмы Черный Камень сбежало 5 рассужденных, отбывавших там пожизненное заключение. Власти узнали о побеге из записки, которую обнародовала объединенная группа СМИ, ведущих расследования в канадских исправительных учреждениях. Из пятерых беглецов один вернулся сам, одного нашли мертвым во время погони, а трое пропали без вести. Как сказано в записке, официальные представители тюрьмы были уверены, что трое пропавших также погибли, пытаясь пробраться через окрестности печально известной тюрьмы. Вот, видите, Маккензи еле-еле тоже вот все это прошел, окрестность тюрьмы. Еще хавка. Папушка. Новое что-то! Самодельная взрывчатка пригодится для отпугивания хищников, но может нанести травму, если взорвется слишком близко. Прекрасно. Обновочка, ребят. И служебная записка. Во время последнего обыска мы обнаружили новые контрабандные хлопушки. Неплохая работа, учитывая обстоятельства. Может, они помогут нам отгонять волков? Наверняка эти штуки чертовски громкие, так что не поджигайте их просто так. Так, и у нас здесь есть факельная ракета. А факельный пистолет сам где? Нету. Немножко обидно. Че, мы согрелись? Отлично. Все, мы покидаем эту территорию. Мы идем в новое место. Невиданное ранее. Разве что только когда мы смотрели отсюда и видели это все. Ну что, Маккензи, давай. Шаг ускорил, побежал. ХП у тебя достаточно. Не то чтобы много, но достаточно, чтобы бегать и не шататься. Так, отсюда можно классно упасть и сломать себе все. Так что не будем этого делать. Волки, к трупу бегут. Труп может быть полезен для меня, но я пока не буду рисковать. Вообще, нам нельзя отвлекаться, ибо минус 19. Надо найти место, где согреться. Неужели вот все, мы сами себе предоставлены? Хорошо, я уже вижу машину. А машина видит меня. Я слишком замерз. Пойду в машину греться. Так, что у нас тут? Минус 4. То есть все-таки плохо. Тут только ткань. О, патронушка. Нет. Вы понимаете, что происходит? Говно происходит полное. Мне нужно срочно согреться. Так, надо спрятаться где-нибудь от холода. И разжечь костер. Вот здесь. Так, есть. Что? Нет. Давай. Все, греемся. Греемся с волком и смотрим друг на друга. Сволочье, сволочье. Какого хрена ты здесь делаешь? Что там, 29 минут? Походу, мы будем 29 минут друг на друга смотреть. Надо будет срочно туда пойти. Пока еще костер меня греет. Ну-ка, если я нажму, подожду. Убежал. Ну, спасибо, факел. Это мой друг лучший. Я, господи, на грани. Он только друзей, надеюсь, не зовет. Смотрите, шкала не появилась. Ну, вон там еще один волк. Отогрелись. Все, валим отсюда. О, боже мой. Если я сейчас спущусь, я потом не поднимусь. Нифига. Какая сложная игра стала. О, все. У меня двумя распускаемся. Пошел ты, волк. Сейчас такой волк сверху будет прыгать. Они пытаются суицидом меня достать. Полин, я в не очень хорошее положение. В жопе, если вот быть точным. Евгений, только не унывать. Любимая сила духа. Ты знаешь, как это работает. Это олень, это олень, это олень. Фух, 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 фух. Олень. Это хороший знак. Оп, начинаю я трястись. Это плохо. Нехорошо. Смотри-ка, аккуратненько. Спрыгай так. Оп. Ой, как молодец, идеально. А, да. Холод. Подумай о другом. Ты мрешь. Ты мрешь. Но ты можешь не умереть. Если поднапряжешься, ты уже возле какого-то сарая. Сарай. Господи, пожалуйста, пусть там будет тепло. Там тепло. Никого. Похоже на пункт управления. Сойдет за убежище. Да, мне так и раз таки вот оно прям очень нужно. Ха-ха, боже мой, мы награлись у меня весь выпуск. Так, присесть бы. А, прям башку я приборную панель. Так, здесь тоже телефон зазвонит? Опа, 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 хорошо. Так, берем фонарь. Кровать нашел, прикиньте, нашел кровать. Ой, прекрасно. Так, что там по фонарю у нас? О, отлично. Так, что мы можем? Все мы можем, все забираем. Короче, ничего интересного. Записка, погодите. Мы будем выключить пока фонарь, давайте не будем его тратить. Тут целая куча записок. В принципе, и так видно. Архивный отчет. Неписанная история черного камня. Том С. Я знал одного из первых надзирателей. Готовил ему еду, как и остальные. Вот и познакомился с ним, если можно так сказать. Обычно за обедом он мне задавал всякие вопросы. Он спрашивал мое мнение о том, о сём. В ответ я обычно пожимал плечами. Что я мог знать? В войну я был полевым поваром. Я к такому привычный. У него была голова на плечах. Умный малый, по крайней мере для надзирателя. Но понятия о наказаниях у него были странные. Все эти лекции и проповеди о том, что земля их исправит. В смысле заключенных. Гора Черный Камень. Находиться в этом ужасном месте было их миссией. Никогда этого не понимал. Я думаю, мы будем обходиться спичками. Листовка с информацией об острове Великого Медведя. Об архитектуре тюрьмы Черный Камень Джеве Янне мало что известно. В 19 веке он эмигрировал в Канаду, где сменил профессию органного мастера и дизайнера на архитектора спецучреждений. Что касается источников его вдохновения, в официальной записи говорится лишь о его увлечении египетской архитектурой, работами британского социального теоретика Джереми Бентома, а также музыкой и астрономией Древней Греции. В целом, его работа и сама тюрьма вносят заметный и выдающийся вклад в суровый ландшафт острова Великого Медведя. Прекрасная, очень полезная информация. Так, смотрите, короче, мы что делаем? Мы сейчас набираем всего, всех книг. Мы не оставляем ничего, потому что все нам понадобится. Вот еда, например. О да! Перчатки. Фух, ну что ж, все становится лучше. Итак, записка о работе старой подстанции. Линда, понимаю, вопрос щекотливый, учитывая, что в этом сезоне Сэм твой единственный сменщик. Прошу тебя, проследи за ним. С каждой недели он все реже и реже выходит на связь. Мы тут в центральном офисе делаем все, что можем, чтобы вам помочь, но сама знаешь, какие сейчас времена. Все, что разрушено, собираем. Больше ничего нету. Ну что ж, ребят, мы были на грани сегодня, просто жесть. Знаете, игра мне еще больше нравится, когда вот мне все время вот так вот смерть дышит. Просто в затылок. А теперь надо перевести дух, и на этом мы с вами закончим. Огромное всем спасибо, что смотрели. Все ссылки будут в описании под видео. На мой сайт с комиксами, на мои соцсети, на мой тикток. Заходите в мой тикток все. Также вы можете стать спонсором канала, если хотите, чтобы получать всякие плюшечки, приколюшечки и эксклюзивный контент, который скоро тоже будет. Ждите, друзья. Огромное всем спасибо, с вами был Юджин, и всем пять!